Всем привет! С вами Егоров Артем и сегодня я расскажу, как справиться с задачей под названием «Миша и негатив». Эту задачу я отнес к теме вложенных списков. И по условию у нас имеется с вами прямоугольное изображение, которое состоит из пикселей. Размеры этого прямоугольного изображения нам подаются в первой строке, а затем вот такими строчками передается информация о том, какого цвета каждый пиксель. W – это значит белый цвет, B – это black, значит черный цвет. Затем наш персонаж Миша хочет сделать негатив этого изображения. Оно получается путем замены каждого черного пикселя на белый, а белого – на черный. То есть пиксели должны просто цвет поменять. Но по условию сказано, что в результате этого преобразования у Миши могут быть ошибки. И нам на входе также поступает итоговый массив, который получился у Миши. И нам необходимо найти, в скольких пикселей Миша ошибся в процессе преобразования. А ошибкой у нас будет считаться, получается, такая ситуация, когда белый пиксель не заменился на черный. Или наоборот, черный не стал белым. Или другими словами, если пиксель остался тем же самым, то получается была ошибка. Давайте сравним вот эту строчку с нижней. Получается, W заменилось на B. Обе B стали W, а вот W осталось W. То есть вот первая ошибка. Следующая, вторая строчка. Здесь 4B, значит должно быть 4W. Но, как видите, здесь в последнем пикселе у нас ошибка. Тем самым пиксель не изменился. Но и в последней строчке каждый пиксель поменял свое значение. Итоговое количество ошибок, то есть неизмененных пикселей, у нас составило 2. И значит задача у нас сводится к следующему. Мы вначале считываем размеры нашего изображения. Затем считываем данные начального изображения. Пропускаем одну строчку, считываем данные второго изображения, то есть получившегося. И пробегаемся по каждым ячейкам и сравниваем. Равна ли текущая ячейка верхнего массива с нижней. Если равна, то количество ошибок увеличиваем на единичку. Итак, идею я вам рассказал. Давайте реализуем. Первым делом мы считываем размер нашего прямоугольничка. Это два целых числа, которые вводятся в одну строчку. Затем давайте я создам массив старт. И здесь нам нужно с вами n-е количество раз считать строку. Значит мы цикл делаем n раз. Именно n отвечает за количество строк. И мы можем сразу сделать таким образом. Мы в наш массив добавляем то, что ввели из клавиатуры. А это и есть строка. На длину мы здесь не проверяем, потому что мы должны довериться входным данным. А в данных сказано, что символов будет именно столько, сколько у нас столбцов. Давайте посмотрим, что мы получим в итоге в нашем массиве старт. То есть я пробегусь по его значениям и их выведу. У нас пока с вами не полные входные данные описаны. Я могу вот эти значения скопировать. И вот смотрите, у нас все хорошо с вами получилось. Итак, это я пока уберу. Затем обратите внимание, что одну строчку вы должны будете отступить. То есть что-то в нее ввести. Для этого можно поставить пустой input. И создадим массив finish. И здесь такой же код по обработке, только мы будем именно finished добавлять наше значение. Ну а дальше мы делаем два вложенных цикла. Первый пробегается по строчкам. Их у нас n. Второй цикл пробегается по колонкам. Их у нас m. И проверяем. Если в массиве старт по индексу row column лежит такое же значение, как в массиве finish, тогда мы наш счетчик, который я еще не создал, увеличиваем на единичку. Счетчик у нас должен быть равен нулю. И после всего этого я ввожу значение count. Вот и в принципе все, что нам нужно для решения этой задачи. Давайте проверим входные данные. Вот здесь две ошибки. Здесь получается тоже две ошибки. Давайте скопируем код и отправим его на проверку. Я здесь забыл сменить язык, потому что до этого я отправлял на C++. Ставлю Python. И вот наша задача принята. На этом у меня сегодня все. Спасибо за просмотр. Всего доброго. Спасибо за просмотр. Продолжение следует...